Перед нами моноблоки, которые должны были обрамлять окна для того, чтобы сделать этот комплекс более величественным и красивым. Вот мы видим балясины, которые должны были проходить на уровне седьмого этажа и одиннадцатого этажа. Наш комплекс должен был напоминать практически монолизу в искусстве. Да и название жилого комплекса под стать – кино. Правда, в этом фильме Татьяна Тахадзе с еще тысячей человек выступает в роли обманутых дольщиков. Громадный дом в Краснодаре почти на полторы тысячи квартир сдать должны были еще год назад. Правда, строительная техника на площадке остановилась еще раньше. Уже тогда люди, купившие здесь квартиры, забили тревогу. Я живу на съемном жилье, и таких людей, как я, очень большое количество. Вы знаете, учитывая, что ЖК очень большой, такое большое количество дольщиков, К очень большому сожалению, вот этот долгострой и очень много судеб разбил. У нас очень большое количество многодетных семей, у которых тоже нет жилья, и это жилье их единственное. Застройщик, который просто вывел с объекта деньги, сейчас находится в розыске, а подрядчик в следственном изоляторе. Но людям от этого не легче. Кто-то одновременно погашает ипотеку и платит за съемное жилье, кто-то переезжает по родственникам. Вопрос с ЖК Кино начал решаться после того, как к проблеме подключились местные власти. Сейчас уже найден инвестор, готовый достроить дом. Глаза в глаза сказать людям, когда возобновится стройка, мэра Краснодара попросил Вениамин Кондратьев. Сегодня губернатор провел совещание по защите прав обманутых дольщиков. По самому ЖК Кино, вчера мы все процедуры завершили. Проведена процедура знакомства непосредственно инициативной группы ЖК Кино с потенциальным инвестором. Инвестор заходит на объект, подписаны соглашения и уже процедура пошла. Рассчитываем, что буквально через 15 дней уже непосредственно у нас компания строительная выходит на этот объект и ровно через месяц приступает к строительно-монтажным работам. Такие встречи с обманутыми дольщиками проходят практически каждый месяц. Участвуют в них и руководители краевых прокуратуры, Следственного комитета и полиции. Во многих случаях причиной появления долгостроев становится банальное мошенничество. Но о причинах сказано уже много. Сами пострадавшие, не хуже юристов, теперь разбираются во всех нюансах. Главный вопрос – как вернуть долгожданные квартиры дольщикам? В Краснодарском крае на проблему решили взглянуть по-новому. Венимин Кондратьев поручил проработать механизм государственной поддержки социально незащищенных категорий граждан. За счет средств краевого бюджета опять-таки будем создавать компенсационный фонд в виде квартир и предоставлять их тем, кто находится в очереди обманутых дольщиков. Но в первую очередь это будут ветераны, многодетные семьи, инвалиды и дальше, кто находится в этой очереди. Но не тем, кто скупал на стадии котлована подъездами эти квартиры, либо брал в натуре за какие-то работы. Здесь государство выполняет функцию социальной помощи, поддержки, но не страховой компании, которая должна компенсировать, еще раз подчеркиваю, всем тем, кто вкладывал свои деньги с точки зрения вложения капитала в приобретение этих квартир. Многие, о чем говорили раньше, не имеют другого жилья или не имеют уже средств существования или съема жилья, в котором могут проживать. Поэтому было принято решение губернаторам, что этот момент нужно обязательно сегодня решать и как можно быстрее. Все, кто сегодня находится в бедственном положении, для них будут изыскиваться уже деньги на господдержку. Из рестра долгостроя в прошлом году на Кубани исключили 10 домов. В текущем планируют ввести в эксплуатацию еще 12 объектов. Однако не все так просто. Оставшиеся проблемные жилые комплексы настолько сложны и невыгодны с экономической точки зрения, что потенциальные инвесторы отказываются их достраивать. Мы полтора года уже, ну около двух лет, по сути, находимся в таком положении, в непонятном, что мы подвешиваем. То есть на данный момент нам предложено около 40-50 инвесторов, ну потенциальных, которые могут взять наш объект. Сейчас еще два предложено, но не факт, что они будут именно пройдут. То есть они посмотрели участок, как те 40, которые отказались, приехали, посмотрели участок. Да, они там оценили все это дело. И ответ мы будем ждать через неделю. В этом случае топтаться на месте в ожидании квартир можно еще долго. Но решать же личный вопрос обманутых дольщиков надо сейчас. Для подобных случаев, как у Дениса Диулина, губернатор предложил подумать, насколько возможно в кубанской столице создать муниципальное предприятие, которое за счет поддержки краевого бюджета займется достройкой проблемных домов. Планируется, что озвученная схема вначале станет работать в пробном режиме. Первыми, кто попадет в программу, станут жилищные комплексы «Талисман», «Форт Карасун» и «Южный» в Краснодаре. Три пилота, где мы попытаемся взять посредством, может быть, если не найдем, вот как мы договорились, инвестор за счет средств бюджета достроить, а потом компенсировать за счет того, что у вас, ну не у вас, а в вашей компании есть ликвидность, которую мы потом обернем и вернем деньги в бюджет. Это новый абсолютно подход, я думаю, он будет действенным, потому что государство не ставит задачей край, мы спрят заработать сегодня на достройке ваших проблемных домов. Нам главная задача и главная здесь прибыль, победа, благодарность – это когда вы свои квартиры получите. Важно понимать, обратил внимание губернатор, что деньги, выделенные из бюджета, в него потом вернутся. Активами, которые направят в пользу государства, станут нераспроданные квартиры и площади под коммерцию в достроенных за счет казны домах. Конечно, финансирование обязано быть разумным и обоснованным, ведь это средства налогоплательщиков. Самое важное во всей работе – постоянный контакт чиновников, прокуроров и полицейских с пострадавшими. У дольщиков должна быть актуальная информация. Из-за ее отсутствия отчаявшиеся люди часто становятся марионетками в чужих руках. Здесь нужен здоровый диалог, тогда будет грамотное, правильное решение. А то, что сегодня многие пытаются эту ситуацию использовать в своих целях – популисты просто. Здесь криками проблему не решить. Это, наоборот, завести ее еще в больший тупик. Создать паническое настроение, создать хаос вместо здорового, нормального алгоритма, который позволит решить проблему обманутых дольщиков в крае в целом. Поэтому я обращаюсь к коллеге к вам, что сидят в этом зале. Вы должны сами понимать, не идти на эти провокации, не быть щитом, либо наоборот флагом в тех, кто эту ситуацию с обманутыми дольщиками хочет использовать с точки зрения расшатывания сегодняшней стабильной ситуации в нашем крае. Сейчас законное жилье на Кубани ждут больше трех тысяч человек. Предложенные сегодня варианты поддержки обманутых дольщиков можно назвать прорывными. Ведь главная задача – как можно скорее вручить людям ключи от долгожданных квартир. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар.